Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка, и сегодня у нас в центре внимания настольная игра K-Forge. На канале уже выходило видео по данной игре, в нём мы подробно рассмотрели правила и играли в третий сет, который назывался Столкновение миров. Сегодня мы будем играть в четвёртый сет, который называется Массовая мутация. У меня будет колода Тихая Ребекка Харриетт, а у Миши колода Тоши Гомерда Роллинг. Давай, Миша, я перемешаю твои карты. Вышло так, что колода Миши на порядок сильнее, и у неё такой немного агрессивный стиль игры. Можно очень быстро выставить много существ, собирать ими янтари, таким образом быстро сковать ключи. А ещё у Миши есть хорошие заклинания, которые могут почистить стол. Но тем интереснее будет играть для меня, да, смогу ли я выйти из данной игры победителем. Для уравновешивания шансов в игре можно использовать цепи, но я думаю, что за счёт своего возраста и так нахожусь в более выгодном положении, поэтому мы обойдёмся без цепей. Кто будет первым? Ты. Я буду первым. Итак, первый игрок набирает 7 карт. Можно в начале игры заменить свои карты и добрать на одну карту. Меньше. Я оставлю. Итак, первое, что мы делаем, это если есть янтарь, куём ключ. Я напомню вкратце правила. Янтаря пока у нас нет. Второе, мы выбираем дом. Вообще, у меня следующие дома. Это Тени, это Логос и Санктум. А у Миши... Дис, Логос и Звёздный Альянс. Дис, да, Логос и Звёздный Альянс. Итак, я выбираю Санктум. И ограничение первого хода, это можно разыграть всего одну карту. Давайте я разыграю. Вот. Волн нарез. Просто волна рез. На этом, как бы, всё. Я разыграл всего одну карту. В следующей стадии это подготовка карт. Потом идёт добор карт до шести, но у меня их и так шесть. И давай, Миш, твой ход. Я убираю Санктум Дома Звёздный Альянс и ставлю Святого Пришельца. Святого Пришельца. Всё? Только одну карту разыграешь. Ты можешь сколько угодно разом. Не, одну. Всё. Итак, мой ход. И... Так, вот. Твой Святопришелец. Бой. После боя посмотрите три верхние карты вашей колоды. Возьмите одну из них на руку. А ещё одну положите под низ колоды. Свойство у него, ну, не очень важно, скажем так. Не очень страшно. А вот то, что у него две брони и пять жизней, вот это... Страшно. Поэтому я сделаю следующее. У тебя волнорез вон. Тоже сильный. Ну, давай так. Я выберу... Кого? Логос. Разыграю две карты. Это Кью Мехи и это Дина Бот. На этом мой ход закончен. Я их подготавливаю и добираю две карты до шести. Я выбираю свою активность Домом Логос. Ставлю дочку. Так. И активирую разряд позитронов. Разряд позитронов. Во-первых, здесь есть символ, да, ты получаешь янтарь. Во-вторых, розыгрыш. А, здесь ещё есть один символ. В общем, одно из важных нововведений данного сета, это вот новые символы. Раньше был только янтарь, а теперь есть такие символы, как вот это, получите янтарь. Есть символ, захватите янтарь. Давайте я вам... У меня есть на колоде. На колоде есть, да. Вот. Вот, Миша показывает свою карту, захватите янтарь. Есть символ, возьмите карту. А, ещё есть символ... Ты взял карту? Да. Хорошо, есть символ, ещё нанести один урон. Вот, так скажем, одно из нововведений. Ты разыграл оба символа. Да. Теперь разыгрываем свойства карты. Нанесите три существу на фланге. Ты наносишь ему три. Далее его... Нанесите два урона его соседу. Это вот он получает один урон, у него один броня. И нанесите один соседу второго существа. Да, вот так. Ты прошёлся позитронным. Это будет у тебя здесь. Пусть будет стопка сброса. Смотрим. Вот этот... Кстати, когда я его разыгрывал, я должен был взять карту. Но я... Ничего страшного, потому что я в конце добрал всё равно эту же карту. Так, уничтожен. Положите кью мехов в архив, да? Они уходят у меня в архив. Пусть у меня архив будет вот здесь. А этот уничтожен. Украдите один янтарь. Это уничтожен, да? Здесь написано украдите один янтарь. Я краду один янтарь. Так, сброс. Сброс пусть у меня будет вот здесь. Ну и, собственно, дальше. Продолжай разыгрывать. Лето голика. А, лето логика. Лето логика. Итак, здесь также нарисованы янтарь ты получаешь. Сбрасывайте карты сверху вашей колоды, пока не сбросите карту логоса. Вот. Ты взял. И ты таким образом её возьми на руку. На руку? Да. А, ну давай тогда я её сразу... Разыгрывай. И разыграю, да. Роза, можешь положить в архив две верхние карты вашей колоды. Раз, два. Ты взял карту... Давай я покажу сюда. Это, опять же, ты получаешь один янтарь, а розыгрыш положите две верхние карты. Да. Это у нас электичный, эклектичный запрос. Всё. У меня четыре карты, я забираю за шести. И за счёт дочки ещё одну. Да, это свойство дочки, да выбираешь на одну карту больше. Давай подготовим их. Ты, видать, в прошлый раз забыл подготовить, он у тебя на боку лежал. Итак, я выбираю следующий дом. Смотрите, в массовой мутации добавлено более 250 новых карт. Также вы найдёте новые версии уже знакомых персонажей. Да, если вы играете в эту игру, то вы можете, ну, имеется в виду, что те же персонажи, но с новыми свойствами, да, они будут иметь приставку мутант. Мутант, например, вот здесь у меня есть мутант учёный, да, демона. Какой он там? Демона будет. Вот мутант пришелец. Да, если... У тебя мутант рыцарь. Так, не если, а ещё вы найдёте существ, которые представлены сразу в нескольких вариантах. Это, так сказать, последствия мутации. Вот, например... У тебя есть динобот. Да, вот у меня есть демонобот, вот есть тот же самый персонаж, ну, он, конечно, имеет другой арт, потому что мутация другая, динобот. Вот, и у него другие свойства. Но я выбираю тени, Миш, и я ввожу в игру ловушку с шипами. Получаю один янтарь. Я ввожу в игру Нексус, неуловимый, и я ввожу в игру, разыгрываю свойства. Глянь сюда. Вернее, не свойства, а действия. Глянь сюда. Нанеси два урона любому существу. Если оно уничтожено, украдите один янтарь. Если оно не уничтожено. Но я нанесу вот ему, уничтожу его и не получаю янтаря. Я хожу. Сейчас, подожди, я их разверну и добираю на руку три карты. Раз, два, три. Ходи. Я выбираю сегодня Максим Дом и Звёздный Альянс, ставлю команду высадки. Ставлю охранного... Вот на него разыгрываю охранного дроида. Да, я покажу. Это существо, но его можно разыграть как улучшение. И тогда это существо получает свойства провокации. Вот так же я на этого разыгрываю... Да, к броне. Да, я тоже покажу. Да, получаю янтарь. Это защита от взрыва. Оно даёт два к броне. Папа, а что твой волнорез делает? Какой волнорез? Вот этот. Или как-то? У него натиск, он просто наносит два урона перед тем, как атаковать. Ну, я объёд этим этого. Ты объёд этим этим. Он у меня... Ему хватает этого, а ты получаешь четыре урона, но два блокируешь. На, два. Натиск работает, когда я атакую. А. Бой. Посмотрите вихреннюю карту вашей колоды. Да, ты его использовал для боя. Да, и здесь есть бой. Вот это как раз мы его зачитывали. Одну на руку берёшь. Одну... Подниз колоды. Подниз колоду, а вторую наверх. Наверх? Колоду, да. А так же я вот получил карту, ставлю... Хотя нет. Хотя пусть стоит. Ты разыгрываешь его. Перемышленный курсант. Да. Всё? Разбираю. Давай разворачиваем это всё твои. Раз и дыма. Так... Я выбираю своим домом... Наверное, я выберу своим домом тени опять. Первое, что я делаю... У него есть сбор, можно использовать чужой артефакт, но выходит так, что у Миши артефактов в колоде ровно один, и он мне вообще ни к чему. Не, но он может быть полезен. Давай, я знаешь, что я сделаю? Я вот им... У тебя много артефактов. Ударю вот его. Хорошо. У него плюс два брони? Да. Я смогу нанести только один уровень? Я не могу его ударить, у него провокация. А, да. Потому что ударить по кому-то дало. И для сбора мне его использовать нет смысла, потому что у тебя, когда уничтожен курсант, я теряю триентаря. Смотри, пап. А вот здесь ты ударишь им вот этого, бой разыграть или только в бой в мой ход? В бой только в твой ход. Хорошо. Давай я выбираю своим домом логос. Первое, что я делаю, я разыгрываю динобота. Розыгрыш можешь возвысить динобота. Если возвысил, нанеси три урона существу. Я не буду возвышать. Да. Зато я сделаю потом прыгучий кварк смерти. Уничтожь одно вражеское существо, одно дружкое существо, и можешь повторять этот эффект сколько угодно раз. Я уничтожаю своего. Твоего, заберите его. Раунка. Я уничтожаю своего и заберите его. Написано, после того, как это существует... А, вот. Переместить все улучшения с команды высадки в архив владельца. Все. Уничтожен. То есть, когда мы уничтожаем команду высадки, его улучшение уходит в архив. Все. Теперь... Это твой сброс. Теперь смотрите на... Да все, у меня больше нет ничего. Раз. Два. Да, ходи. У меня есть четыре карты логоса. И две карты звездного... Ой, не логоса Одиса. И две карты звездного альянса. Ты мне зачем это все рассказываешь? Не знаю. Ты можешь забрать архив, кстати. Я думаю, что мне сделать. Для архива. Хотя нет. Архив не буду брать. Смотрите, что, к сожалению, мы показать не можем в данном сете, да, помимо новых существ, помимо разных вариаций одного и того же существа. Есть так называемые гигантские существа. У нас они в колоде, к сожалению, не появились. Не попались, точнее. А я покажу в правилах, как они выглядят. Вот так они выглядят. Динозавр это существо, которое собирается из двух карт, да. Как? То есть динозавр, ты забыл его, что ли? А-а-а. Вот. То есть, чтобы разыграть такое существо, вам нужно, чтобы на руку пришли обе карты. И тогда вы их как бы за один раз разыгрываете как одно существо. Я выбираю с максимум домом Диис. Разыгрываю без сыщика. Разыгрываю артефакт без сущностей. Давай артефакт вот здесь тебе будет с краю. За артефакт возьми, да, Интарь. И ставлю мрачное напоминание. Выберите дом. Мрачное напоминание. Во-первых, захват Интаря. А кто из них захватывает? Вот этот. Он захватывает Интаря. Теперь смотрите. Выберите дом, положите в архив каждое существо, принадлежащее этому дому, из вашей стопки сброса. Получите одну цепь. Вот тебе одна цепь. Будь здоров. Спасибо. Я выбираю дом Звездный Альянс и ставлю всех существ. Забираешь в архив. Да, забираю в архив. Все. Все. Дальше. Все. Подготовь артефакт. На одну карту меньше добираю, у тебя цепь. И цепь ты сбрасываешь. Подготовь артефакт. Я выбираю своим домом тени. Даже не так, не тени. Я выбираю своим домом Санктум. В архиве у меня не то, что надо. Я выбираю своим домом Санктум. Во-первых, Омни можно применять, даже если это не ваш активный дом. Поэтому я уничтожаю ловушку с шипами и наношу каждому существу 3 урона на фланге. Он без уничтожен. Изгоните карту с руки. Вот эту. Вот эту. Ты изгоняешь карту с руки. Я ее убираю под своего архонта. Дальше он уничтожен. Я забираю захваченный янтарь. Но здесь теряю 3 янтаря. Вот. А теперь я разыгрываю Санктум. Этот гремичный курсант. Ты у меня забрал. Я хотел двух разыграть. Ну ладно. Тогда все. Раз, два. Я хожу. Да. Но я не знаю. Я беру весь... Архив? Да. Давай. Убираю Санктум Двездный Альдьянс и... Разыграю. Первым действием я хочу разыграть опять Святопришельца. Так. Дальше команду высадки. На них обязательно вот это. Опять. У тебя вторая такая карта? Нет. Это та же. Ну ты же не мог ее взять. Мог. Ты берешь только существо. Так она за то, что этот уничтожен сверху. Да, да. Но у тебя в архив ушло с команды высадки. Ставлю вот этого. Да. Вот смотрите, на данной карте написано усиление. И вот четыре символа, которые новые. Вернее, один старый, три новых. И написано, эти символы уже добавлены. То есть, вот этот текст, он как бы говорит о следующем, что вот эта вот сама карта, вот она, она без каких-либо особенностей. Но она вот эти, зато она, именно эта карта, и добавляет на остальные карты символы вот эти вот, возьми карту, нанеси урон и так далее. Разыгрываю действие, подчинение. Подчинение. Нанесите один урон существо. И оглушите его. Не проходит и оглушаю. А теперь у меня осталось последнее существо, охранный друид. Его, наверное, опять. Вот на него. У меня шесть янтаря. А, ты меня предупреждаешь. Так, давай. Я выбираю своим домом. Так, сколько у меня? У меня все очень сложно. Ну, да, вот это кому посложнее. Давай, я выберу тени. А какая способность чуть выявила? А, он захватывает янтарь после атаки. После атаки любого существа. Я в тени, и все. Мой кот? Да. Якую ключ. Давай. Ну, в эту день положи, чтобы легко достать было потом в следующий раз. Все, уходи. Я выбираю своим максимум домом. Я даже не знаю. Наверное, дис. Разыгрываю барабуль. За ней один янтарь. И бесконечный взрыв. Уничтожаю. Так, возьмите карту за взрыв и янтарь тебе. Я уничтожаю вот этого и вот этого. Ты уничтожаешь свое и мое существо. Я за него получаю янтарь. Ты мне дал. Я дал, да. И карту. И карту. А также могу вот это делать. Так. Ну, нет. Все. Да. Хотя нет. Я же получил карту. Ставлю ее. Это истязатель. Все. Раз, два, три. Итак. Не везет. У меня карты, которые дают карты. И там попадается карта. Так, бой я не... Я выживу бой. Смотря с кем. Все. Давай, я выбираю тени. Первое. Я играю существо. Розыгрыш. Украдите один янтарь за каждый скованный ключ соперника. Дальше. Я использую вот его для боя. Он уничтожен. Что делает? Теряешь три янтаря. Значит, если в мой ход уничтожили, тогда я делаю. Я его использую для боя. Давай, дадим мне фору. Ага. Он у тебя уничтожен. Я не теряю ничего, потому что янтаря у меня нет. Теряю тут. Да. Но я получаю два. Два урона. Вообще, тени чем особенность? Они все неуловимые. Когда это существо атакуют, никто не получает урон в первый ход. Дальше. Вот теперь я разыгрываю бонни. Бонни, кто? Бонни, кто? Получаю янтарь. А вот, кстати, после боя. Он же выжил? Выжил. Посмотрите, три верхние карты вашей колоды. Возьмите одну на руку. Одну под низ. Спасибо. Давай возьмем вот эту на руку, эту наверх, а эту под низ колоды. Его я использую для сбора. Я собираю один янтарь. И теперь после сбора... У тебя где архив? Нет, у меня архива. Или верхнюю карту колоды. Сбрось верхнюю карту колоды соперника. Если это действие, разыграй его. Это не действие. Да, демона бот. У меня тоже есть демона бот. Но у меня нет дина бота. Да. И на этом, пожалуй... Все. Они у меня... Практически неуловимые, да? То есть первый раз ты их атаковать будешь, тогда все. На этом все. Но этот же уловимый? Нет, они все неуловимые. Кроме вот этого. Да. Да. Я в Граснен Симдомом Логос ставлю бот-буктон. Ставлю... Вот он, куча глаза. Так. А также разыгрываю действие. Покажи. Геометрический разряд. Нанеси один любому существу с разбросом два. А разброс в обе стороны? Разброс давай мы откроем и читаем. Разброс, опы. Рэээ. Разброс. Когда карта предписывает нанести существу урон с разбросом, каждому соседу существа цели... То есть ты можешь нанести ему один, а эти получают по два. Поэтому они у меня... Умирают. Умирают. Погибают. Да. Это... Вот мне надо было вот это вот действие открыть. Все. Все? Давай восстанавливаем. Уливаем. И я хожу. Я забираю своим домом санктум. Я пойду на тебя не... Нападать. Нападать мне некуда. Надо было посмотреть свои... карты сначала. В прошлом ходу я сделал критическую ошибку, да? Я думал, у меня... Помню две карты на руках логос. Надо было посмотреть, что это за карты. Хорошо. Я выбираю своим домом... Я беру архив. А вот теперь выбираю своим домом логос. И разыгрываю. Кью мех. Розыгрыш. Возьмите одну карту. Теперь я разыгрываю... Эклектичный запрос. У меня такая же есть. У меня есть очень крутая карта. У моей колоды очень... Туго идет сбор янтаря. Прям очень туго идет сбор янтаря. Дальше я разыгрываю два артефакта. Это не артефакт, это действие. Предмет. Это предмет. Это действие? А, вот это у меня... Артефакт. Артефакт. А это... Действие. Сбрасываю. И беру две карты. Я хожу. Да. Я беру своим домом Звездный Альянс. Первое, что я делаю, я делаю спиральное сдерживание на это существо, это улучшение. Это существо не может биться. За улучшение на инвентарь. Это один инвентарь. Да, да. А также я делаю... У меня есть вот еще один охранный дроид. Я его ставлю на истязатели. То он становится провокацией, да? Да. И я вот... Сбор. Вот этим я собираю. Один. А вот этим я бью вот этого. Но он неуловимый. А, да? Ну тогда ладно, соберу. Собираю. Все. Разворачивай. Я выбираю своим домом Санктум. Миша, карта хорошая, но... И, Миша, давай. Сейчас плохо будет, да? Неплохо. Раз. Возьмите карту. Очень плохо. Возьмите карту. Очень хороший персонаж. Он перед боем наносит 3 урона. А, дальше. За тебе хороший. Есть вот такой у меня артефакт. Во-первых, он мне дает один янтарь. Во-вторых, каждое дружественное существо, на котором есть янтарь, получает плюс 1 брони. И розыгрыш возвысить дружественное существо. Вот я возвышаю вот его, чтобы у него было брони побольше. Угу. У него, то есть, 3 брони. Дальше. Ну, и лови, например. Во свободной рынке получите один янтарь за каждый дом, представленный в игре. Среди карт. За каждый дом, представленный среди карт в игре. То есть, мы понимаем это так. Не среди вот, да, вот эти вот 6 домов, да, а среди карт в игре. Итак, Логос, кроме Санктум. Логос, Альянс, Тени. Дис. Четыре. Четыре натаря. Раз. Два. Вижу, ты пошел собирать. Четыре. И... Ничего страшного. И теперь следующий... Не ту карту взял, вот она. Оставлю ее на вкусненькое. Я хожу? Да. А, блин. Раз, два. А, у меня здесь есть сущности. Так, а что у меня в архиве, чтобы знать? Здесь у меня... Отлично, будем знать. Я иду в Бабанк. Давай. Наверное. Я выбираю своим симптомом Дис. Во-первых, не хватает. Не хватает Дис. Ты получаешь янтарь. Это у нас метка Диса. Нанесите 2 урона любому существу. Если оно не уничтожено, контролирующий его игрок должен выбрать Дом этого существа активным во время своего следующего хода. Если оно не уничтожено. Но ты решаешь... Ну, за счет этого. Значит, я выберу Логос. Дис. Ну, Санктум. Да. Санктум. Тебе это надо? Не знаю, но мне нужен янтарь. Ну, ты взял янтарь. Да. Ты можешь уничтожить любое существо или заставить у меня выбрать... Уничтожаешь тени, да? Все. Дальше я истязательно бью с этим. Бьешься с этим. Я получаю... Три урона я блокирую. И получаю три урона. Твой истязатель получает пять урона. Да. И ключи для меня теперь стоят на... Один больше. На пять дороже, да? То есть я не могу сейчас сковать ключ, несмотря на то, что у меня есть янтарь. Хорошо. Подожди, у него же броня. А, нет, у него провокация. Да. Все? Нет. Артефакт? Я артефакт использую. Что он делает? Он уничтожает одно существо, а дальше можешь походить другим существом из этого же дома. Да. Уничтожая вот это. А этот уходит тебе в архив. И теперь ты можешь походить ей. Да. И бишь с этим. Ты его добиваешь. Да. Но ты получаешь пять урона. Два блокирую. Два блокирую, три. На. А янтарь, кстати, куда я выкинул? На, янтарь к тебе уходит. А также бой. Я смотрю, три верхние карты. Бой, да. Одно оставляю сюда. Одно вот сюда. Одно вниз. Все у тебя? Подготавливай карты. Ну, вроде все. Итак, в прошлом видео я говорил, что Кейфордж это не только игра, ну, в смысле не только, не просто игра, а еще и интересная вселенная. Есть лор у нее. И так вот, в этом сете, в который мы сейчас играем, появился темный янтарь, который привел к мутации. А почему я этот архив положил? Я же в руки беру, правильно? Там, ну, прочитай, что написано вот здесь, вот на этом. В руки берешь. А я случайно вы сюда положил. В архив. В архив? Да. Вот, появился темный янтарь, который привел к мутации. Отсюда вот и новые версии старых существ, и разные версии одних и тех же существ. И приход вот этих вот гигантских существ. И есть карты, которые воздействуют только на мутантов, да. И разные дома, они по-разному относятся к мутантам, да. И в некоторых случаях эти карты вам дают плюс. В некотором случае они могут давать минус владельцу, да, этого мутанта. У нас, в наших колодах это не так ярко выражено, да. У Миши есть, кстати, вроде. А, нет, у него на любой атрибут, да, там есть карта, которая может уничтожить любой атрибут. Вот она. А вообще есть карты такие, на которых написано, да, там есть уничтожь каждого, например, существового мутанта, да, и в игре. Вот, например, Логос, да, он стремится узнать мутантов, поэтому его карты, они наоборот. У нас вот Динобот, да, он у несколько версий этого бота, как раз у Логоса. Логос сам мутант. Вот, он мутант. Да, они стремятся познать это всё. А Санктум, наоборот, он стремится держаться от мутантов подальше. У Санктума вы навряд ли найдёте карту мутанта, да. Дис, вообще вроде бы мутанты. Хорошо. Дис, да, это не мутанты, это... Это демоны. Надо прочитать, да, откуда они взялись. Итак, 7 у тебя, да? Да. Вот смотри, что я делаю. Первое, я выбираю Логоса. Логос. Логос. Вот эта карта даёт мне только одну броню. Я её чуть ниже вот так уберу, чтобы она не забивала. У тебя есть карта, которая теряет половину янтаря. Это очень плохая. Леона, для тебя. Но она у всех теряет янтаря. Так, у этого 5 урона. Да. Вот я им бью его. Добиваюсь. Они уходят в архив. Теперь надо у тебя как-то украсть. Я не смог повысить твои... Ой. А мне у меня всё равно уже 7 янтаря не хватило. Да я хотел, чтобы ты все 7 потратил, но я не смог повысить. Всё? Да, всё. Раз, два. Добираю две карты. Я собираю ключ. И выбираю своим активным домом Логос. Во-первых, я беру вот это. В архив ты видел, да? Да. Логос. Первое, это ставлю вот сюда Кью Мехов. Во-вторых, ставлю вот сюда. Титана Инженера. Вот. А нанесите один урон, да. Титана Инженера. Титана Инженера. Вы обязаны выбрать. Если бы у меня никого не было, Миша бы наносил своему существу. А также штурмовой мозг. А вот этим я собираю. И вот этим я собираю. Сбор разыграть верхнюю карту вашей колоды. Без сыщик. Здрасте. Подготавливай так все. Вот этот штурмовой мозг очень хорош. Так, вот ты закончил? Да. Добирай карты. Но в то же время и он не сам хорош. Я вкую ключ свой. Первый и, наверное, единственный. А, я почти сковала все ключи. Клюк ключ. Следующий ход я могу выиграть. Я, в следующий ход я могу собрать. Нужно количество янтаря. Так, у тебя вот эта провокация и все. Шанс выиграть. Ну да. Я выбираю своим домом. Вот он, мутант. Ладно. Мне вот это хочется забрать, но у меня совершенно это нет смысла разыграть. Давай. Тебя спасет тени. Нет, а в том-то и дело, что тени у меня нет. Тогда плохо. Я выбираю своим домом. Давай разок сейчас санктума выберу. Ой. Надеюсь, ты поставишь не того. Фанатик, который входит в игру подготовленным и разъяренным. И... Я знаю, ничего не вредил. Мне надо кого-то стукнуть, чтобы он жив. Вот эта провокация у тебя же нет? Нет, он биться не может. Может быть сыщика. Давай. Он стукает. Я не могу стукнуть. Он под провокацией. Вот эти два. Ну вот эту может угнуть. Зачем? Тот изгоняет карту. Я вот эту ударю. На, и он уходит в архив. А я получаю один урон. Правильно? Почему? Теперь я разыгрую карту. А вот эту снимай. Да, излечите существо на один урон. И каждое существо. И получите два янтаря. Два? Ну, один за него, один за другого. А я этому его не наносил. Ты его ударил, да. И пока все, больше мне нечего сделать. Я хожу. Подожди минуту. Да. Раз. Два. Папа, я могу тебе дать шанс. Давай посмотрим. Дать или нет? Не надо. Ну ладно. Давай. Собираю вот этим. Ты логос выбрал? Да. Вот они все. Один янтарик. Два. Второй янтарик. Третий янтарик. Три. Четвертый янтарик. Из-за этого я разыгрываю верхнюю карту колоды. Завимая жуть. Все. Все ментаря. Все? Да. Не будешь разыгрывать никаких карт лобуса? Нет у меня карт лобуса. Я выбираю своим домом тогда... Тени, да? Тебе не попались. Тени. И... И, короче, сейчас все. Нет, пока мне этого хватит. Что? Ты взял половину этого? Первое. Самый плохой это Бонникто. Один? Бонникто ворует у тебя два янтаря. Я так и знала. А за два скованных ключа. Второе. Я разыгрываю последнее дело и на покой. Прогоните каждое дружественное существо теней. Во-первых, я получаю один янтарь за розыгрыш. Во-вторых, я прогоняю дружественное... Даже не... Здесь изгоните, да? То есть все, оно выходит из игры навсегда. И ворую один янтарь за это. А. Я хожу. Ну, подожди. У меня теней больше... Нет. Нет, да. Я добираю две карты. Ходи. Ну, я убираю логос. Логос. Собираю. Собираю. Раз, два, три, четыре... Собираю. Собираю. И? И... Еще один логос там. Да. Все? Все. Готовь всех. У меня восемь янтаря. Итак, восемь янтаря мне нужно... Украсть. Подожди. Во-первых, я сковал еще один ключ. Да. Вот в таких вот поздних стадиях игры... Если не сквозь ключи... Сама игра становится такой вот очень интересной, да? В том плане, что по факту, ну, если у меня будут правильные карты, я могу... Ой, я не сюда поставил, а вот сюда. На фланге, да? Я могу переломить ход игры, да? А мне надо все, что сделать, это лишить его трех янтарей. Ну, или же одного, собственно, сюда поставить, чтобы стоило семь. Да. И как-то себе взять четыре янтаря. Ну, давай, сейчас мы посмотрим, кто у меня есть. Вот этот мне пришел поздно. Вот, я выбираю своим домом логос. Логос. Давай, во-первых, я... Ну, у меня есть еще одна карта, которая меня спасет. Архив пока не... Заберу архив. Первое, что я делаю логосом, это я кладу его вот сюда, беру карту, и таким образом я повышаю стоимость ключей до семи. Второе, что я делаю... У тебя есть дверь. Разыграю мутантика. И третье. Дверь. Искрометный... Нет. Принцип. Каждый игрок теряет половину своего янтаря. Один. А я, то есть, три теряю. Три. Округляя. Вниз. Потерю. Вниз. Значит, меньше. Значит, три. Ну, почему три? У тебя было их восемь. Ровно четыре ты и потерял. Да? Да. А, да. А я получаю одну цепь. Ну, блин. Все. Мне добирать нечего. Ходи, я еще поживу. Давай. И тем более, я добирать не могу. У меня цепь. И сколько ты так будешь? Я собираю. 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 Раз, два, три. Три. Да, вот они лежат. А. Три. Четыре. Так, вот эту вот отсвечиваю. Пять. Примешай. Мне надо разыграть. Ты решил нас убирать. У меня есть еще одна карта, которая меня спасет. Потому что у меня все. Вы что? Вот, да. Мутант. 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 Колода Миши, она... И мутант. Мы как бы играем не первый раз, и он меня именно так и давит. Смотри. Один янтарь. Вот здесь архив в верхней карте вашей колоды. Это архив мой? Да. Раз, два. Сдавайся. Насобираю, как бы выставить как можно больше существ и... Мутант. И потом... Мутант. 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 У меня... Десять янтаря. Ты не сможешь? Мне надо тебя четыре забрать. Ну... Не. Тебе надо три забрать. Не. Четыре. Четыре. Могут спасти только тени. Да, но их у меня... Нет. Мне, чтобы их разыграть надо, чтобы они притянули хотя бы один ход. Я их только взял. Это тебя не спасет. Вот эту карту она в ранних стадиях игры спасает. У тебя есть там такая карта, которая действует украдить три нитаряда. Нет. Все. У меня пусто. Поэтому я... Здесь много идти. Вот эта карта, если сбросил, то в архив. Ну, давай. Я доиграю до конца. Я выберу... Санктум. Угу. Не знаю. Может, здесь есть. Вот им... Им я ударю... Он под провокацией, да? Давай на того крайнего убери из игры. Очень классно. Да. Дальше я играю карту вот эту. Извлечиваю. Извлечиваю. На один получаю один вентарь. Дальше ввожу в игру... Ну ладно. Ввожу в игру... И не могу разыграть, потому что на существах нету янтаря. Сбрасываю. Все. Конец хода. Я добираю две карты. Цепь у меня уходит. Твой ход. Ты... Клюешь последний ключ. Клюешь последний ключ, да? И таким образом... Вот. Семь янтаря. У меня даже две стоят. Одерживаешь победу. Да. Я победил. Так. Под конец, смотрю, здесь... Прям протекторы отсвечивают. Да. Но... Без протекторов, к сожалению, никуда. Да. Мы играем... Не первый раз. Часто в эту игру. Я в своем мнении говорил, что игра очень понравилась, да. Поэтому... Вот мы опробовали новый сет. И с нетерпением ждем выхода... Еще. Да. Еще одних сетов. Ну что ж, надеемся, что данная игра вам понравилась. Так же, как и нам. И... Как бы вы увидели... Особенности данного сета, да. Вот эта... Мутация. Новые символы на картах, да. И тому подобное. Поэтому надеемся, что видео еще было и полезно. Если это так, мы очень рады. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok